здравствуйте дорогие друзья наши слушатели зрители я сегодня хочу вам представить двух прекрасных наших лададей которые уже давно работают с людьми помогает я думаю что сегодня можно они могли бы поделиться своим опытом ну и даже быть полезным для вас я хочу представить вам ярославу и наталью добрый день добрый день ярослава ну наверное начнем с тебя расскажи пожалуйста о себе откуда ты как давно ты занимаешься именно ладованием ну и немножко то чтобы ты хотела рассказать нашим зрителям еще раз добрый день ну если честно конечно вообще вот эта тема целительства она давно актуальна и для меня в том числе потому что очень часто возникали вообще по жизни ну различного рода проблемы которые не всегда можно было легко и просто решить теми методами которые нам предлагает наша действительность а вот на самом деле то о чем лада ты говоришь всегда да и ну может быть кто уже читал и видел кто хорошо знает твои программы они реально дают очень очень простые действенные техники те инструменты которые мы реально можем использовать своей жизни помогая себе и помогая нашим близким и в принципе другим людям настолько эти инструменты ну в принципе достаточно простые и они реально работают они реально действенные ну вот я думаю каждый из нас об этом скажет на все сто процентов я непосредственно учи учусь у тебя уже достаточно давно наше знакомство вы слава богу уже достаточно длительное но непосредственно вот с этой темы я соприкоснулась сильно впервые на программе самоисцеление через самовыдование точно я уже название не сформулирую а это было наверно года два назад или три я уже даже не помню то есть вот это впервые когда ты нас познакомил с этими техниками но именно для себя работа да а вот в прошлом году практически уже да уже почти год назад а ты нам дала такой классный шанс а вот это замечательный программа мастера ладования вот где мы в принципе все встретились в основном вот с тех пор мы все общаемся дружим и помогаем друг другу это реально вот уже наша такая на женский сильный круг наш вообще волшебный круг потому что так вот вместе встретиться нам достаточно сложно бывает но бывает и везет и встречаемся но тем не менее мы практически каждый день общаемся поддерживаем друг друга задаем вопросы иногда непростые вопросы которые мы помогаем друг другу решить программа программа вообще замечательно если берем и мастера ладования то есть это реальные техники реальные а инструменты которые помогают разобраться как минимум себе но это процесс конечно перманентно творческий мы самим с собой постоянно работаем нет предела совершенства в этом наверное мне кажется вот и естественно мы уже можем помогать другим людям где-то подсказать посоветовать помочь ну и так дальше это волшебный инструмент благодарю я тебя благодарю очень так наталья теперь тебе слово кто-то откуда как долго занимаешься что делаешь именно в ладовании я живу в санкт-петербурге вообще я с севера изначально с нижневартовска стюмени но в питере уже 15 лет живу наверное саморазвитием я вообще всю жизнь занимаюсь я так начала анализировать года два назад и поняла что это вся моя жизнь весь мой путь с тобой ладушка я познакомилась четыре года назад когда с помощью техники ладования ты вытащила меня из ситуации из которой меня не мог вытащить психолог почти полгода вот я уже не знала куда мне деваться что мне делать и поэтому конечно в технику я влюбилась моментом и пошла во все программы которые есть лад потому что хотя хотя изначально у меня на тебя было такое сопротивление честно тем не менее я я настолько рада что я прошла наверное три нет больше 4 или 5 программ и потом пошла в ладова в технику самоладования которая стала первой ступенькой и потом год назад вот да когда все звезды сошлись и действительно встретился вот наш круг наша семья я бы так сказала начала формироваться и техники которые ты даешь они действительно рабочие и даже не будучи психологом их можно применять главное научиться чувствовать и те у кого есть вот это вот внутреннее ощущение себя ощущение людей когда ты понимаешь что а я чувствую что он чувствует и это развивать и таким образом можно помогать людям что 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 я уже год и делаю в ладовании и ну себя конечно за четыре года с тех пор как я познакомилась я мне кажется прожила еще три жизни полноценно настолько развитие идет быстро да быстро и каждая последующая программа она углу идет в углубление и в расширение тех техник которые ты даешь и вообще собственного развития поэтому но это все очень круто и я я счастлива что это все есть моей жизни для меня для моей семьи для тех людей которые ко мне обращаются которые видят результаты говорят наташа как ты это делаешь я говорю я не знаю меня научили но конечно мои какие-то внутренние способности наверно тоже были заложены но тем не менее то что я выбрала их развивать в общем вот такие вот у меня я хочу спросить ну наверное кто-то из вас кто решит первое ответить на вопрос какими больше всего проблемами к вам обращаются люди вот возьмем например последнюю неделю потому что каждый из вас уже помогает людям ладует и занимается такой своей как бы практикой непосредственно вот какая проблема как бы вы сказали более всего сейчас актуально имеет запрос вот я хочу быть по себе сказать то есть вот последнее время актуальна именно проблема сам реализации самоценностью ну опять таки работа с собой здесь то есть здесь отношение с собой с мужчинами с людьми но вот это вот наверное основное самоценность а ценность самого себя то есть как это развить себе как увидеть это в себе но кто-то сомневается кто-то вообще этого не видит то есть ну и так дальше то есть вот такие моменты последнее время как у тебя получается решить этот вопрос но опять-таки зависит конечно и от клиента в том числе то есть насколько человек готов ну во первых здесь доверие конечно очень важно да когда ты доверяешь человеку как проводнику ну как мастер назовем да потому что мы по идее мы просто помогаем увидеть эту проблему да человек решает его по сути сам ну мы просто направляем помогаем и здесь если человек готов работать то в принципе даже после одного так скажем да после одного сеанса одного удавания реально он на это смотрит совершенно по-другому год но на самом деле у меня вот условно есть и это едет я и это могу какой молодец просто иногда нужно посмотреть на это со стороны и поверить себя просто даже эта проблема может касаться но даже тех людей которые реально уже самореализовались даже и в таких случаях бывают возможности какие-то нюансы когда человек начинает сомневаться то ли я делаю а достаточно ли я реализован она нужна ли моя цена ли моя работа и ну и так дальше даже такие моменты здорово и так важная тема мы в предыдущем а интервью с говорили непосредственно о том что каждому владодею приходят те люди которые помогают ему раскрыться в каком-то его направлении поэтому тем очень много всегда но непосредственно то что касается самого человека то есть чем он живет на чем он сейчас работает люди приходят исцеляться и как раз помогает ему раскрыть эту тему непосредственно я хотелось бы есть да я хотел спросить ярослава вот твой путь от начала как ты начал собой заниматься да вот по практиках и по ну своему как бы духовному развитию и до сегодня как бы ты его описал насколько он активен вот наталья сказал что она несколько жизни прожила за хоть и тогда по сути так и есть ладно потому что я помню тот момент когда я тебе вообще впервые написал это больше вконтакте и меня поразил тот момент что ты мне сразу ответила то есть не зная меня то есть ну вообще абсолютно и ты мне ответил именно таким образом что это помогло мне себя сама собрать на тот момент очень непростой моей жизни и помогло даже оценить сразу то что уже было да те плюсы которые были и реально идти вперед то есть ну за это время вот грубо говоря даже шесть лет последние собрать но это очень большой путь был проделан во всех смыслах именно если брать внутреннюю работу над собой там ну и так дальше то есть это мне очень помогло вот именно лады именно твоя помощь мне помогла то есть то что ты направляла то что я у тебя учился в академии лада там ну и так дальше особенно когда мы непосредственно встретились там очно да в краснодаре это было вообще просто ну нереально круто то есть для меня это прямо ну как подарок вселенной то есть это реально очень нереально круто поэтому путь был ну сейчас продолжается будет непростой конечно но опять-таки если человек заинтересован в этом да раскрывать себя там работой над собой все получаем другую дорогу осилит идущий да то есть я не говорю что путь стоит того конечно то есть ну может быть я еще только начала это мне кажется там ну что-то уже пройдено понятно что пройдено я не хочу бесценивать этот опыт он тоже очень важен я очень благодарна именно тебе ладушка себя бы это было намного сложнее я думаю если бы это вообще как-то сложилось именно так как это есть видишь я стала для вас таким как бы поворотным наверное момент а вы теперь имеете возможность стать для других таким же поворотным моментом и таким образом мы как бы инициируем друг друга на то чтобы помогать и поддерживать всех тех людей которые с которыми мы соприкасаемся и мне кажется что это очень круто это очень важный да наталья слушаем тебя какой у тебя людей запрос какими вопросами ты последнее время работаешь я наверное попробую проследить вообще с чего все начиналось как-то вот тема она сама выбирает вододея мне кажется потому что просто начинает сначала одна потом начинает меняться в другую трансформируется третье тоже очень интересно поначалу это были родители мама папа вопросы безопасности вопрос потом пошел вопрос проживание своих эмоций вообще разрешение проживать себе тех эмоций которые запрещены это злость агрессия это заявлять о себе миру что я вообще право имею на что-то что я могу претендовать на что-то что у меня есть чувство собственного достоинства чтобы жить своей собственной жизнью и получать блага от мира точно также как их получают другие люди потом у меня пошла финансовая тема ко мне стали люди приходить с финансовыми запросами я была очень удивлена тем не менее мы начали открывать такие такие интересные моменты что деньги совершенно про другое это не про деньги что в деньгах живут фигуры людей мы начали отделять мух от котлет как говорится и пошли тоже результаты а сейчас у меня это проект страх перемен это когда ты хочешь вот у тебя есть своя мечта ты увидишь ты к ней хочешь но тебе так страшно куда идти потому что кажется что там тебя вот обязательно вот этот шаг сделаешь и сразу стена шаг вот и сейчас работаю с этой темы чтобы вот и со страхом из сомнениями чтобы все их проработать чтобы путь открылся чтобы играючи это все в игре пройти как ребенок который исследует этот мир через игру ну вот в общем сейчас у меня вот такая тема очень это все интересно достаточно сложно для меня наверное самый интересный процесс владование это поиск своей цели когда человек приходит запросом и ты начинаешь его уточнять и порой это занимает так много времени но но вот это вот самое ценное это найти вот эту вот жемчужину вот свою мечту истинную и начать к ней двигаться потому что это наверное пятьдесят процентов успеха когда ты нашел и твое бессознательное просто начало туда свой путь а мы уже расчищаем дорогу к этому вот наверное так я хочу спросить вот как вы можете описать например чем отличается работа психолога от ладодея как ощутить разницу потому что люди часто спрашивают чем это коуч психолог да ну который занимается нлп там и прочее а что такое как отличить ладодея вот как бы вы сказали чем отличается ладодея ну например я сама по образованию конечно не психолог ну и один раз у меня была такая была точно такая ситуация когда ну ради интерес это был давным-давным-давно меня как бы пригласили на консультацию я думаю интересно а что это такое вообще и мне реально повезло что это было как раз психолог вот с нашим направлением то есть она совершенно по-иному вообще все это делала то есть это ну типа я бы сейчас назвала это уже практически ладование то есть вот мне повезло с таким человеком впервые я с этим встретилась это было очень интересно ну а если брать ну как бы стандартный вариант ну если как бы читали про это да то мне кажется там слишком ограничение большие есть то есть нет вот того эмоционального контакта нет того понимания чувствования человека да ну клиенты который пришел за помощью а здесь как раз ладодея он работает в потоке то он чувствует кто-то через тело реально чувствует а кто-то чувствует ну по-другому считывает эту информацию это реально очень помогает есть когда ты включаешься в процесс работы да то есть ты физически даже сам уж почувствовать боль человека чувствуешь где зажим у него какие-то куда его направить то есть даже вот физически ты это можешь прочувствовать не говоря вообще про квантовый уровень того как это можно считать разную информацию но разные путями через голос там ну и так дальше то есть вообще информация просто приходит мне кажется наш ладоди это но однозначно очень большой приоритет у них будет то есть это но настолько востребовано сейчас может быть не все понимают это что это реально классные работы классный инструмент что это очень реально может помочь человеку причем решение практически любых проблем не важно это здоровье отношения самореализация там финансовые вопросы все равно это мы возвращаемся к работе над собой так или иначе мы возвращаемся к этому и ладование ну реально нам дает такой шанс это все проработать пусть не с первого раза не со второго там но тем не менее насколько глубоко это проблема у нас сидит да например то мы можем тем не менее можем подойти найти и раскопать это все и решить эту проблему мне кажется это реально вот шанс для людей шанс решить свои проблемы просто не все об этом знают но это реально очень здорово работает может быть еще не все готовы к этому потому что с этим тоже встречаются проблема есть объясняю как можно сделать видимо такая иногда реакция что так просто это помогает это как то есть но условно там таблетки не пей там это не надо делать это вот просто так а там условно разговор с душой и все а я боюсь а мне страшно а вдруг мне станет хуже я прямо цитирую разговор я круну естественно тебе будет хуже если больше проблем работать она просто спряталась у тебя на какое-то время в состоянии хроническое ушла потом любой неприятный момент она опять даст о себе знать скроется и будет лучше это естественно так что мне кажется вот этот способ дала даванию по моему это вообще замечательная благодарю нотария я попробую объяснить у меня есть опыт работы с психолог как я уже сказала и у меня есть друзья подруга психолог очень классный и она сама тоже сейчас начала изучать работу с энергиями через квантовое поле потому что она тоже сама поняла на сколько в современном мире это более эффективно и и быстрее да ну эффективнее до работает то делает психолог он задает вопросы он задает вопросы с помощью вопросов из сознания человека пытается достать ответ и привести к осознанию что делаем мы мы подключаем энергию энергию квантового поля мы соединяемся своей энергией с человеком и мы начинаем чувствовать вот этот вот путь по которому движется человек и опять же с помощью вопросов которые мы задаем мы уже видим примерный ответ при видим примерно куда нас начинает вести и с помощью вопросов мы подводим людей к тем осознаниям которые им нужны для того чтобы справиться со своей сложной ситуации которая у них возникла и поэтому они потом спрашивают как ты это делаешь потому что на самом деле все в мире есть квантовое поле и мы по квантовому полю все друг с другом очень тесно связаны и мы зеркалим друг друга то есть наша проблема есть в вас ваша проблема есть в нас и поэтому мы так тонко все чувствуем и поэтому это дает нам очень много возможностей вывести на те осознания которые являются ключевыми в том запросе с которым пришел человек и именно поэтому разворачиваться все начинает очень быстро и вдруг ты понимаешь что у тебя и такой ресурс есть для решения проблемы как сейчас я рассказала и вот такой есть ресурс и вдруг все как-то становится понятно проще ты начинаешь делать шаги жизни понимая что это были какие-то мои тени которые меня держали тянули назад а теперь больше нет и я свободен да и можно делать совершенно то есть страх он просто уходит из этой из этой области и ты начинаешь четко и ясно понимать что почему происходит и видеть пути решения пути движения дальше по жизни вот психологии для того чтобы к этому прийти я имею виду с психологом вот я не знаю мне кажется одна консультация выдавания это ну походу но не меньше десяти психологов на может и больше если вот я как говорю я полгода ходила к психологу мы не могли решить задачу одну мою душевную и сладо я это сделал за один раз то можно ли вообще соизмерить да поэтому энергетические техники сейчас гораздо эффективнее и быстрее особенно в нашем мире который сейчас так стремительно меняется и он требует стремительных изменений от нас здесь уже кто на какую глубину готов пойти кто с какой скоростью готов работать вот мы как раз с вами подошли к теме квантового поля да у нас очень много программ квантовый человек бога человек нейросейта мы сейчас готовим нейрообразы вот я хочу чтобы вы немножко рассказали с точки зрения людей которые в принципе участников которые работали прошли насколько это эффективно насколько это нужно и как реально это меняет сознание ключи у нас самом деле программы очень сильные каждый она по-своему интересны и дает свои и ощущения и осознание и свои инструменты но то есть по сути каждый программ это как некий этап как ступенька как по лесенке подняться то есть раз ступенечка ты тут постоял осознал какие-то свои выводы сделал там следующая ступенечка и так дальше то есть в любой программе все равно ты идешь к себе в первую очередь ты познаешь раскрываешь себя ты понимаешь себя и в этом мире в том числе ты начинаешь чувствовать по-новому вот по моим ощущениям то есть некое расширение границ вообще то есть что их принципе нет вообще этих границ границ человек установит себе сам своим там мировоззрением умозаключениями ли там каким-то программами там ну их огромное количество самых разных а на самом деле нет этих границ и квантовое поле она же и безграничное там огромное количество вариантов которые могут проиграться могут и не проиграться и человек сам уже чувствует куда он хочет куда себя направить а то есть каждый программ она дает осознание себя как человека себя как бога человека себя как человека в этом человек как-то уже мелко да бога человека как место в квантовом мире да ну как бы просто человек это как бы просто физическое тело но это уже не так интересно да мы же ну не только мягко говоря физическое тело мы намного больше и многие уже даже чувствуют это даже может быть и без каких-то программ просто они не понимают, что они чувствуют. А программа как раз не дает информацию, а вот да, оказывается, вот это я чувствую, а вот это да, вот оно так называется, оказывается. То есть мы не говорим, что мы чего-то там не чувствовали, не знали, то есть хотя бы здесь идет структурирование информации. Что-то для нас было, может быть, новым для меня, то есть какие-то названия. Мне очень классно понравились все эти режимы работы мозга. Я раньше этим не интересовалась. А теперь мне это нравится, теперь мне это классно. То есть это дает даже по жизни инструментов огромное количество. То есть очень расширяется мир восприятия, мир понимания, ваши личные какие-то границы, они реально расширяются. Вы становитесь, как человек, как Бога, человек более объемнее. То есть это интересно. Ну, я вообще учиться люблю, поэтому у меня такой перманентный процесс. То есть как управлять этим всем? Насколько это реально? Как мы можем управлять, да, нашей реальностью, ну, по крайней мере, своей явью, да, своей реальной жизнью? Куда мы хотим направить наше внимание? И как это сделать, чтобы оно реализовалось, да? Ну, и так дальше. То есть, например, нафиг, как опорами, вот где-то вот буквально недавно я это прочитала. То есть как сделать так, чтобы твое прошлое реально было твоей опорой, причем не хлипким, да, там каким-то, не сказать, фундаментом, а именно опорой, который будет давать тебе ресурсы для твоей реализации проявлений здесь и, как бы, для реализации твоих желаний, мечтаний в будущем. То есть программы реально, они очень интересные, очень сильные, и через медитации идет очень много осознания, через теоретический материал. Поэтому я вот бесконечно благодарна Ладе тебе и Михаилу, ему отдельная благодарность вот за содержательную часть вот этих медитаций и музыкальные вот эти моменты. То есть для меня это тоже очень важно. То есть я очень благодарна вообще судьбе, что мы попали на эти программы. На самом деле это, ну, очень интересно, это как даже просто познавание себя в этом мире, это как минимум, минимум. А, естественно, это намного больше. И оно раскрывается все равно со временем, еще будет больше раскрыть, еще какие-то осознания приходят. То есть, несмотря на то, что, условно, мы закончили программу, прошло неделю, две месяца иногда, и где-то еще это сюда ходит, эта информация, она укладывается. Там, я не знаю, по каким-то нашим полочкам, не полочкам. Поэтому. Благодарю. Благодарю. Наталья. Ярослава очень хорошо сказала. Я, наверное, добавлю, что в программах мы учимся распознавать, как бы так сказать-то, распознавать сигналы своего тела, первое. Если это касается первой программы Эллада Лазбедеи, то мы изучаем три центра свои. Это головной центр, сердечный, нижний центр, за что они отвечают, какие программы они в себе хранят, как рабочими программами. То есть, даются ключи. Дальше идет следующая программа, где мы уже начинаем погружаться в квантовое поле. И в квантовом поле уходят эмоции. И становится спокойно. И когда эмоций нету, и вот ты в такой нейтрале как бы находишься, то опять же начинают открываться, информация начинает раскрываться по-новому. Начинаешь видеть, опять же, множество путей, что ни один, ни два, их сотни. Ты можешь выбрать тот, который твоей душе ближе всего. И далее все энергетические тела, которые у нас в теле тоже присутствуют, это тоже из первой программы. За что они отвечают, как с ними работать, как с ними взаимодействовать, как вывести себя на внутренний уровень. Я уже начинаю быстро структурировать в своей голове информацию, потому что это настолько огромный объем информации, которую дают Лада и Михаил, что я не успеваю их усваивать за такое короткое время. Я потом действительно еще очень долго догоняю. И, наверное, то, что мы проходили на первом курсе Лади, в полной мере я догоняю только сейчас. А еще впереди бога-человек, квантовый человек, бога-человек, нейросети. И это все каждый раз как будто выход в новую вселенную, в новую вселенную возможности человека. Через квантовое поле можно, да желание загадывать можно, можно себе представить. То есть ты начинаешь формировать образ, опять же, своей мечты, к чему хочешь прийти и смотреть, что тебе мешает. Начинает вселенная сама подстраивать ходы для тебя, знаки тебе какие-то давать. И начинает жизнь реализовываться в ту сторону, в которую тебе нужно. А здесь важно уже это следить. Действительно тебе туда было нужно или тебе туда карму повела? Это уже другой вопрос. На самом деле карму тоже надо проработать. Иначе она потом дальше двигаться не даст. Вот. По нейросетям это отдельный. Я на самом деле поняла, вот чем отличается наше ближнее окружение от внешнего мира и насколько разные, ну, с одной стороны, разную информацию они нам сигналят, с другой стороны, это все нам настолько помогает, а мы даже этого не видим, что это нам помогает, что нам жизнь дает столько сигналов вообще, куда нам двигаться, что нам делать для собственной реализации, где правильный путь, где неправильный путь. И владея всей этой информацией, мы действительно становимся творцами своей жизни, творцами своей реальности. И это не ли то, к чему мы идем. Да, вот. Поэтому, конечно, Лада и Михаил открывают нам новые вселенные и, наверное, уже новые галактики. Да, мы сейчас готовим вот эту программу нейрообраза. Это, конечно, для нас. Еще круче, да? Что может быть еще круче? Это каждый раз скажется, когда мы сделали бога человека с этими практиками, мы думали, что круче уже ничего не может быть. А тут оно только... Открываются все новые и новые уровни. Да, и это реально очень классно. Я очень люблю фразу «нет предела совершенству». И вот за новым горизонтом, следующий горизонт. И он дает возможности человеку еще больше раскрыться. То есть твой потенциал, он становится реально огромный, огромный. И ты понимаешь, что столько всего возможностей. Так интересно жить, так интересно творить, потому что все в твоих руках реально, по-настоящему. Это, конечно, кайф очень. Поэтому я и говорю, что я уже прожила две или три жизни вот за этот короткий период. Ну, может быть, и больше. Потому что... Может быть, и больше. У меня есть микро-жизнь, у меня есть макро-жизнь. Я вот хотела спросить, девчонки, а как... Ну, вот эти наши практики квантовые, как они позволяют в ладдавании? Что-то новое у нас получается? Как вы чувствуете? Насколько изменилась теперь процесс ладдавания, когда есть уже квант? Ну, мне кажется, именно восприятие поменялось. То есть, ну, на какой-то совершенно другой уровень это выходит. То есть, это не просто, вот как это было год назад, например. Помнишь, Наташа, наша первая, да, совместная? Это было вот как в один уровень, да? Ну, условно назовем. А чем дальше... Кафандр и пошли. Да, то есть, мы как бы раскрываемся, ну, в хорошем смысле расширяемся. И, наверное, вместе с нами вот эти способности, наверное, также расширяются. Возможно, я так могу предположить. То есть, сейчас, наверное, уже чувство не будет более глубокое. Ощущение всех процессов, наверное, более глубокое. И куда-то даже иногда... Я, например, не всегда представляю, насколько глубоко мы можем нырнуть. То есть, это может быть вообще совершенно другая глубина, намного больше. То есть, здесь нужно просто как бы довериться себе, довериться этому потоку. Когда работаешь уже... Ну, тут, наверное, непосредственно говоришь, что работаешь уже в квантовом поле. То есть, ощущения совсем другие. Поэтому, наверное, я думаю, это все помогает. И более глубоко чувствовать, и, наверное, более глубоко осознавать все эти процессы. Ну, потому что через нас люди, с которыми мы работаем, они также, наверное, я надеюсь, также помогают им это осознать. Ну, опять-таки, в силу их личных каких-то возможностей. Наталья, ты что думаешь? Я думаю, пошли более сложные вопросы. Правильно! А как же? Наверное, конечно, еще и опыт у нас приобретается. И вместе с опытом приобретается глубина, и приобретается уверенность в своих силах. Тот эффект, который мы видим. Но если брать вот с самого начала, когда мы тренировались только друг на дружке, и было страшно, и спасало только то, что мы разрешаем друг другу ошибаться, потому что мы учимся, и в основном было ощущение, что я что-то чувствую, но так я это чувствую или не так я это чувствую. Начинаешь себя проверять. И с каждой последующей программой ты перестаешь сомневаться в том, что ты чувствуешь все правильно. Ты начинаешь видеть уже не один вариант, а несколько вариантов. И дальше смотришь, куда энергия пойдет. Просто вот куда готов человек идти, а куда не готов человек идти. И бывает так, что пробуешь в одну сторону, туда не идет энергия. Давай тогда в другую туда пошла, а потом, может, она и туда пойдет дальше. Насколько человек тоже готов. То есть это помогает через вот эти вот… То есть мы, знакомясь вот со всеми этими энергиями, знакомясь со всеми этими знаниями, нам помогает это более эффективно взаимодействовать с человеком, с которым мы работаем, глубже его понимать, осознавать, наверное, даже чувствовать. И с каждой последующей программой появляются новые знания, которые обогащают подавание. И ты понимаешь… О, а теперь можно посмотреть, как реагирует на эту ситуацию гиперсеть, да, или как реагирует на эту ситуацию нейросеть. И туда уже тоже посмотреть. А где еще зеркала стоят? А с чем еще можно поработать? То есть эффективность таким образом ладования, она тоже увеличивается в разы. Вот. И здесь, опять же, только от человека зависит, насколько он готов, на какую глубину он готов пойти. То есть можно сказать, что вы работаете уже не только с человеком, как с земным проявлением, а с его непосредственно квантовым прототипом, то есть его сущностью, взаимодействуя с ней через ладование, вы помогаете выстраивать самого человека здесь, на Земле? Мы начинаем, наверное, видеть человека не как человека, а как целую систему. Многомерную. 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 Да, вот Ярослав правильно сказал. Да. Я вот сейчас говорю и тоже начинаю просто это осознавать. Ух ты, как мы умеем, да? Да. Я вот хотела спросить, часто люди меня спрашивают, как почувствовать своего квантового прототипа, свою сущность? Действительно ли вы ее чувствуете? Действительно ли она есть? Как понять, что это она? Вот мне интересно, вот как бы вы описали свое осознание себя, вот как квантовую сущность, свой вот этот прототип, который является вашим волновым проявлением? Наташа, чувствуешь, вопросы совсем не скромные. Я ж вот не знаю, что еще, если секрет выдадим, да, и что? Нет, чтобы выдать секрет, надо сначала ответ найти внутри себя. Знаешь? Нет, ну ощущения есть, конечно. Ощущения есть, а как их описать? Да, иногда слов может не хватить на самом деле. Иногда, наверное, вот когда в состоянии, я не знаю, ты становишься чем-то больше, чем твое физическое тело. И ты понимаешь, что ты не просто клетки, да, не просто голова, которая думает, не просто сердце, которое чувствует, что действительно от тебя исходят какие-то волны, и ты начинаешь чувствовать, где нужно двигаться, а куда тебе не время еще двигаться. Это как, наверное, на уровне интуиции. Вот у меня, например, вчера была ситуация, что мне очень, я вот по ощущениям чувствую, что мне нужно быть в этом месте. Вот мне нужно туда поехать и быть в том месте. Вот прямо нужно, вот что бы ни случилось, я там должна оказаться. И мне говорят, что ты, наверное, не приезжай. А я понимаю, что если я не приеду, то у меня взрыв произойдет, мне туда надо. И я просто человеку говорю, я не знаю, что ты думаешь, но я приеду и я буду там. И я приехала, и мы в итоге столько получили, такой получили огромный опыт с тем человеком, который вот сказал, что давай, может быть, не надо. И я получила огромный опыт. И этот человек получил огромный опыт. И пространство, в котором мы работали, получило новую, новый потенциал, да, ну, можно сказать, энергию, но вот потенциал для развития новый. И вот это вот ощущение, где я должна быть, это вот как будто волна ведет. Потому что у моей, вот этой вот, как у моей квантовой сути, я не знаю, как это называется. В сущности есть какой-то вот запрос, да, на мою жизнь, который я должна реализовать. Или вот, то есть я просто начинаю чувствовать, что мне нужно делать, а что мне не нужно делать. И все становится гораздо проще и интереснее. И как будто вот тебя путеводная звезда ведет, и ты доверяешь. И все складывается так, как должно складываться. Вот, наверное, для меня это про это. Слышать, она позволяет слышать свою истинность, может быть, вот так вот. Лада, да или нет? Ну, конечно, да, ты же все знаешь, ты ведь все понимаешь. Я, почему я задаю вам эти вопросы? Я хочу, чтобы ваша вот эта квантовая сущность, чтобы она поговорила, она проявилась через вас, и поговорила с нашими зрителями. И люди могли ощутить ее. Потому что, сонастраиваясь с вами, с вашим вот этим волновым телом, мы пробуждаем таким образом волновые тела осознанно здесь и сейчас тех, кто нас смотрит. Поэтому вы, как резонатор, который пробуждает у нашего слушателя его волновое тело. Поэтому уж извините. Благодарю. Наташа, очень здорово и очень чувствуется реально. Ярослава, скажи, как ты чувствуешь свое волновое тело? Знаешь, это вот реально какое-то многомерное ощущение. То есть я то, что я не только физическое тело, это я как бы давно чувствую. Но, может быть, вот тех знаний не хватало, которые могли бы объяснить, а почему именно такие ощущения? Ну, странные, грубо говоря. Ну, для обычного человека. А сейчас, ну, я это воспринимаю нормально состоять. То есть иногда даже ловлю себя на мысли, что условно смотришь на себя как будто со стороны. То есть именно со стороны. То есть реально ты видишь план действий. Ты видишь варианты развития каких-то событий. Ты можешь пойти туда, можешь не пойти. Опять-таки ты видишь варианты, как они могут гипотетически проиграться. И, на самом деле, это очень даже интересно. То есть когда ты не в себе как бы как человек находишься, а это совершенно какой-то другой уровень видения, наверное, даже. То есть он реально не… Я даже не знаю. Не зимой уровень, понятно. То есть это, видимо, наверное, как раз вот это волновое тело, квантовый прототип. Я не знаю, какие еще синонимы можно подобрать. Но есть ощущение, что те задачи, которые стоят передо мной, как именно не просто человеком, они реально еще те, которые я даже, мне кажется, до конца и не понимаю. Вот такое ощущение у меня есть. То есть я как бы уже иду в этом направлении. Я что-то делаю, я двигаюсь. Но, видимо, еще не дошла до того момента, где максимально это вот все должно раскрыться. То есть я пока в пути. Мне так кажется. И, по крайней мере, это не просто уровень человеческого бытия как такового. Там родились, выучились, женились, там работали, умерли и так дальше. То есть тут совершенно другие задачи. И они могут даже не всегда совпадать именно с тобой, как с человеком. Ну, то есть условно хочу там теплое гнездышко и прочее. А вы там условно душили квантовые там прототипы. Вообще другие задачи. А какое гнездышко? У тебя весь мир гнездышко, любое место выбирай, если у тебя совершенно другие задачи. Вы вообще о чем? Какое гнездышко? Все. И поэтому вот иногда на самом деле вот такие ощущения очень интересные. Вот я их пытаюсь отслеживать, просто очень интересные. Когда вот ты не один, а еще вот что-то, нечто такое большое, которое, ну, может быть, и ведет, направляет, пытается до тебя что-то донести. Хорошо, если мы это слышим, а воспринимаем адекватно и доверяемся на самом деле этому. То есть как в потоке. То есть вот как за ручку тебя взяли, отвели. А попробуй здесь. А посмотри, как тут может быть. А давай вот эту попробуем. А смотри, как интересно получилось. То есть вот такие варианты. Здорово. Я думаю, что это и есть то состояние. Вот часто говорят о магеране, ведьме. То есть волновая женщина. Это как раз и есть состояние, когда ты в потоке. Это и есть, когда ты переходишь в волновое восприятие своего как раз квантового прототипа и учишься жить синхронно с ним. То есть проявляя себя через него. То есть он дает задачу. Ну, он это ты однозначно. Просто ты высшего уровня. И когда ты здесь на земле воспринимаешь, что ты и он это единое целое, вот тогда начинается уже более интересная и осмысленная жизнь по-настоящему. Да, в которой иногда вообще логики нет человеческой. Не зря ты говоришь? Нет. Что значит женская логика? Это отсутствие всякой логики. Вот здесь похоже то же самое. Только это не именно женский вариант. У них там может и есть логика. Да, но просто мы не всегда успеваем понять, что в чем там именно логика. Мы ее потом отслеживаем. Да, оцениваем, понимаем. Потом уже понимаешь, как это было интересно и здорово, иногда очень даже полезно. Иногда, мне кажется, это всегда было очень полезно. Без такой треш ты пришел дойти. Зато к какому оазису вышел. Я хочу сказать, что видите, это не только у женщин поток. Мы такой же поток, например, наблюдаем у Михаила. Когда он находится в своем потоке, мы пытаемся понять, что он говорит. Я об этом часто говорю, а оно как бы разворачивается вообще. И ты смотришь, куда он ведет, о чем он рассказывает. И понимаешь, что это вообще было не то, что изначально ты понимал. Это совсем другое. И вот это мужское сознание, когда он в волновом потоке, оно, конечно, очень уникальное. И мы это с радостью наблюдаем, интересно. Да, это отдельный. Разговор. Бриллиант. И посмотреть человек в потоке, это вообще круто. Это очень интересно. Любой человек. Варить, вытворить. Да, это вообще очень интересно. Да, хочу сказать, что вот у нас появились мужчины, которые присоединились. Дар, например, который присоединился к нейросети. И мы видим то, насколько у мужчины раскрывается сознание, когда он вот в этом волновом пространстве. И, конечно, это нечто. Поэтому если бы мужчины смогли, ну вот это сложно есть немного, если бы мужчины смогли войти осознанно в это поле и соединиться со своим волновым прототипом, я думаю, что наш мир бы очень сильно изменился. Очень сильно. Да. Но быстрее всего мы к этому постепенно и придем. Так, ну что, друзья, я, наверное, если вы, наши любимые, дорогие родители, что-то пожелаете нашим зрителям, было бы здорово. И пусть это коснется их сердца и поможет в каких-то их вопросах. Ярослава? Я бы хотела сказать, что не бойтесь менять свою жизнь. Не бойтесь идти туда, где неизвестно, где страшно, где вы реально даже не можете представить, а что там вообще будет. Реально иногда нужно просто все бросить и начать все сначала. или уйти оттуда, где вам плохо, неуютно. Просто уйти в никуда – это тоже такой опыт есть. Иногда и так нужно сделать. Но потом реально ваша жизнь может совершенно измениться, но настолько, насколько вы даже в тот момент не предполагали, что это вообще реально может быть. Поэтому дерзайте. Не бойтесь. Да. Страхи прочь. Над ними можно работать. Благодарю. Наталья? Я хочу сказать примерно то же самое. Слушайте свое сердце. Идите за своим сердцем. В первую очередь сердце. Голова, она может наговорить все, что угодно, а сердечный импульс он никогда не подведет. И когда вам страшно что-то менять, Ярослава вас призывает – меняйте, меняйте. Но иногда так страшно, что ты не решишься. И в этом случае просите помощи. Смело, смело, смело просите помощи, просите поддержки. У нас, у Лады, у всех мы тоже прошли через много. Каждая из нас прошла через свои сложности жизненные. И мы знаем, как важна женская поддержка, женский круг, взаимопомощь. Поэтому обязательно просите. И вы ее получите. Здорово. На самом деле очень важно не бояться просить помощи. Это не все могут, не всем это легко дается. Но если это нужно будет, мы готовы помочь. И принять вас в наш круг. Да, принять. Не переживайте вы, мужчина или женщина. Да, да, да. Мужчинам тоже бывает страшно. Порой мужчинам еще попросить о помощи. Поэтому, да. Ну что, друзья, тогда до встречи. Мы ждем вас снова на наших эфирах. Буду с радостью еще приглашать Ярославу и Наталью. Очень интересно общаться, беседовать. Думаю, что, возможно, у наших зрителей будут какие-то вопросы к ним. Пишите свои вопросы под видео. Я обязательно дам контакты Ярославе, Наталье. Вы сможете с ними пообщаться лично. И двигаемся дальше. Любим вас, обнимаем. Присоединяйтесь к нам. Всем пока. Всего хорошего. Благодарю. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...